А вы в курсе, что в Сочи своей очереди в детский сад ждут более 18 тысяч детей? Большинство из них проживают в центре города и в Хостинском районе курорта. В Адлерском районе дела обстоят чуть лучше. Ну а что касается Лазаревского района города, то там очередей в детские сады нет вообще. Удивительно, но факт. Какими еще достижениями может гордиться в уходящем в 2016 году Лазаревский район Сочи, узнаем сегодня. Здравствуйте, в эфире программа «В курсе» и я, Ольга Десятого. В этой студии мы обсуждаем вопросы, которые так или иначе затрагивают интересы всех сочинцев. Ну и сегодня гость нашей программы – глава администрации Лазаревского района города Сочи Сергей Бражников. Здравствуйте, Сергей Николаевич. Здравствуйте, Ольга. Спасибо, что к нам пришли. Ну, начать наш разговор хотелось бы с удара стихии, который обрушился на наш город на прошлой неделе. В Лазаревском районе тоже значительный ущерб стихия нанесла. Я говорю о набережной в Лао. Как район в целом пережил стихию, как удалось с ней справиться и судьба набережной? Ну, хочу сказать, что наш район этой стихии был готов в полной мере. Мэром города Анатолием Ивановичем Пахомовым была проведена комиссия по чрезвычайным ситуациям, вот, где была поставлена задача. Нами были подняты все абсолютно службы, хозяйствующие субъекты МЧС, Сочи-Спас. Вот, все сотрудники администрации были закреплены за реками. Это основная наша проблема в настоящее время. Паводки, сход селей и так далее. Поэтому, я еще раз говорю, мы были к этому готовы. Но, конечно, стихия серьезно прошлась по нашему району. И это все знают. Во-первых, и набережная была разрушена в Лао, которую только буквально летом мы ее отремонтировали, привели в соответствие, сделали очень красивую набережную. Ну вот, в определенной степени те недоделки, которые были 30 лет назад, конечно, они были не учтены. Вот, набережная сама по себе была блочная, слабенькая. Вот, сейчас, в настоящее время, Анатолий Николаевич выделяет 15 миллионов для того, чтобы сделать береговое крепление. А потом, значит, с жителями мы будем определяться, и жители готовы сами уже отремонтировать эту набережную. Ну, естественно, за счет муниципалиты это будет сделано именно береговое крепление. Ну, и, конечно, стихия затронула ряд населенных пунктов и сельских округов. У нас были отключены 8 населенных пунктов. Вот, периодически восстанавливали, но стихия, конечно, не давала. Порядка 45 деревьев было повалено и по федеральной дороге, и в сельских округах. Были обрывы и линии электропередач, высоковольтных линий. Что это, конечно, в течение двое суток восстанавливалось. Работа бригады было порядка 230 человек. Вот, 110 единиц техники работало по всем направлениям, по всем шести сельским округам. Вот, стихия у нас снесла три крыши многоэтажных домов, все это было восстановлено. И, естественно, частный сектор, где в полной мере администрации оказывалась помощь сотрудниками МЧС и другими хозяйственными субъектами. Возвращаясь опять к набережной, можно ли сказать, что к летнему сезону она будет полностью готова уже? Я уверен, да, потому что нам надо встречать гостей, надо встречать туристов. И, естественно, сами жители этого очень хотят, потому что без набережной ЛАО абсолютно теряет свой смысл. Набережная очень нужна. А как вообще летний сезон завершился для Лазаревского района в целом? Традиционно там очень много туристов. Этот сезон для всего города Сочи был признан одним из самых успешных за последние годы. В Лазаревке было много гостей? Очень много. Я хочу отцветрировать на это внимание, что перед курортным сезоном мы с вами прекрасно знаем, что мэр нашего города Анатолий Галич Пахомов выезжал с презентациями со всеми руководителями санаторно-курортного комплекса по разным городам Российской Федерации. И для того, чтобы показать всю красоту наших комплексов, нашего города. И на 20% в этом году было туриста у нас больше. Это прочувствовал санаторно-курортный комплекс, это прочувствовали и рестораторы, и частный сектор. Пляжные территории у нас полностью были забиты. Мы, конечно, это прочувствовали и на том мусоре, который у нас вдвое увеличился. Весь город почувствовал. Я хочу сказать, что наш район с этой проблемкой справился. И справился в полной мере для того, чтобы не подвести мэра города, для того, чтобы не подвести наших жителей, которые действительно старались, чтобы нашим туристам показать нашу чистоту, нашу красоту. И с этим вопросом мы справились в полной мере. И вот буквально на днях мы провели конкурс на благоустройство нашего города. Мы провели конкурс по окончанию курортного сезона. Мэром города были вручены медали от президента за Олимпиаду, в которой поступили еще очередные медали. И мэром было признано, что мы этот конкурс поверили лучше всех по городу. Это, конечно, для нашего района очень отрадно и очень приятно. Потому как в том году мы завоевали по городу четвертое место из районов. Всем, конечно, нашим жителям стало стыдно. И мне, естественно, прежде всего, была поставлена задача выйти, конечно, на первые места. На первые места по окончанию этого года. И все наши жители старались для того, чтобы показать наш район, подтянуться к адлеру, подтянуться к центру района, подтянуться к хвосте, что, я считаю, у нас и получилось. Ну и об итогах конкурса на лучшее благоустройство у нас есть сюжет. Предлагаю посмотреть. В фойе Лазаревского центра национальных культур школьники провели патриотическую акцию для гостей праздничного мероприятия «Наш герой». Учащиеся вручали гостям листовки с рассказами о героях Великой Отечественной, имена которых носят улицы микрорайона Лазаревская. В числе первых треугольники фронтовых писем получили глава Сочи Анатолий Пахомов, председатель городского собрания Виктор Филонов и глава администрации района Сергей Бражников. Глава Сочи Анатолий Пахомов рассказал о том, что сделано в городе-курорте для того, чтобы жителям, а население Сочи сегодня порядка 600 тысяч человек, жилось комфортно. Из бюджета выделяют средства на строительство новых образовательных учреждений. И только в Лазаревском сдали три новых детских сада, как снова начались стройки. Теперь возводят дошкольные учреждения в Лао и целый комплекс, где будут учебные классы для школьников и группы для малышей в Беранде. Много внимания, отметил городоначальник, уделяется спорту. В день города в Лазаревском открылась скейт-площадка и воркаут-площадка. Возможно, воркаут-комплексы появятся в следующем году в каждом селе. Это только малая часть преобразований. Разумеется, ждут и от жителей ответной реакции. Уже сегодня, выразил уверенность Пахомов, все аулы района могут быть примером для подражания. Это результат высокой ответственности жителей за родную землю. Хочу сказать, что задача стоит в том, чтобы сделать мотивацию наших жителей, которые в обязательном порядке просто обязаны следить за своей собственностью. Уверенно могу сказать, что примером для подражания могут стать все аулы Лазаревского района. Еще раз хочу сказать, не обязательно вкладывать огромные деньги. Важно всегда руки иметь. 30 победителей в 10 номинациях получили переходящие кубки, дипломы и подарки. Лучшим сельским округам, селам, ТСЖ, ТОСам, управляющим компаниям, квартальным и домкомам, дворникам. Дарили газонокосилки, бензопилы, воздуходувки, сотовые телефоны. Отметим, в Лазаревском районе насчитывается 29 ТОСов. Самый большой в микрорайоне Лазаревское. Он объединяет 21 тысячу человек, а самый маленький в Марьино всего 380. В этом году лучшим стал ТОС Солоняки, председатель Андроник Чайлян. В его виде не около 200 домовладений, больше 100 квартир. Председатель всегда в курсе повседневных забот микрорайона. Эта зима не балует, то снег, то дождь. Сам лично следит за уровнем воды в реке, оценивает обстановку, знает, природа непредсказуема. И какие бы надежные ни были приборы, верит только своим глазам. Говорит, в 2016 ТОСу есть чем гордиться. Успехи у нас что? Мы заасфальтировали улицу Тихорецкую. Сейчас в порядок приводим школьную территорию. Перед школой там тротуарчик делаем. Значит, там у нас есть предприниматели, которые помогают в этом деле. Значит, с дворика предприниматели забор поставили. Потом сейчас у нас есть марка-магазин. Сейчас он делает нам тротуарчики. Так что благоустраивается село, более-менее становится красивой. Лучшим сельским округом стал Лыготский, где работы по обустройству территорий буквально преобразили привычный сельчанам вид. Отметили и тех, кто по велению души наводит красоту на собственных участках. А житель Головинки и вовсе сделал из своего старенького домика настоящую сказку. Теперь и родственники с радостью приезжают, и туристы мимо не пройдут. Обязательно сделают фото на память. Для души это все, во-первых. А раз душа и просят, значит, надо это все воплощать. По поводу дома родительского, как память вроде бы. И решили как. Смотрится вроде бы старенький туда-сюда. Много пространства пустого на стене. Посидели с супругой, подумали. Решили вот чуть-чуть украсить вроде бы. Ну вот украсили, получилось красиво. Дом родительский. Мы здесь все выросли. И племянники выросли все. Поэтому наш дом – это частица души родительской. Поэтому мы, любые праздники, любой повод, мы все собираемся. Племянники, сестра родная, брат родной. Все собираемся. Их дети приходят. В общем, это наш очаг. А вот для тех, кто не то что сказку, а элементарную чистоту на своей территории обеспечить не может, в этом году учредили спецноминацию «А нам все равно». Худшей в 2016 году организации в сфере ЖКХ «Доммастер» не кто-нибудь, а сама Баба Яга подарила мегаприз. Просто поет. Лес дремучий, нечищенный, дрожки неметенные – то моя территория. А ты все-таки давай что-то там поделать. Что не путали люди, где лес дремучий, а где твоя территория. Помогу я тебе, добрый молодец. И есть у меня средства стопроцентные. На следующий год где вот этот кубок большой, да, тебе дадут. Подожди секундочку. Итоги года благоустройства будут подведены в конце декабря в Сочи. Ожидается, что список номинаций этого масштабного конкурса будет гораздо шире. Это здорово. Ну, в Лазаревку люди, туристы любят ехать, в том числе потому, что там очень много достопримечательностей, объектов показа. И часто предприниматели предлагают такую услугу, как довоз, так называемый джипинг. Есть проблемы в этой отрасли? Потому что очень часто машины, на которых перевозят, оказываются небезопасными или вообще непредназначенными для перевозок. Остра проблема стоит сегодня или уже как-то решается вопрос? Нет, как таковой острой проблемы уже нет. Конечно, появляются еще так называемые пираты, которые не хотят работать в правовом русле. Но мы очень большую работу провели перед курортным сезоном. Очень хорошо поработала полиция, которая полностью занималась этим направлением. Администрация, естественно, оказывала помощь. Помогли джипингистам по оформлению путевых листов, прохождению техосмотра, прохождению врачей. То есть вот это направление, оно было поставлено в правовое русло. Я же говорю, ну конечно, появлялись там залетные заездные, непонятно откуда эти водители, с которыми полиция добросовестно, так сказать, справлялась. Поэтому у нас как таковых серьезных нарушений в этот сезон не было. А что касается межсезонья, вот в этот период в Лазаревке много гостей? И что готовы предложить для туристов зимой? Потому что, мне кажется, таковые тоже будут. Ну вот сейчас по указанию мэра мы готовим объекты показа. У нас есть, значит, по каждому сельскому округу программки, скажем так, точки развития, которые мэром города утверждены. Вот, и мы сейчас занимаемся этим направлением. Тем более, Анатолий Иванович дал команду район перевести на круглогодичный режим работы. Что мы сейчас и делаем? У нас уже порядка 8 пансионатов из Дравниц уже перешли на круглый год. Было всего 3, а теперь 8 пансионатов. Такие пансионаты, как Юг, Тихий Дон, Одиссея, Шексна, Горный Воздух, Аквалао. Вот эти пансионаты уже работают круглый год. Мы с вами понимаем, потому что, да, как бы ни было, Красная Поляна пользуется спросом у туристов, особенно в зимний период времени. Но мы предлагаем услуги отдыха намного дешевле. Потому как транспорт и логистика в городе на прекрасном уровне, вот электрички работают, и человек, который желает покататься на лыжах на Красной Поляне, он спокойно может днем покататься, а вечером 40 минут и быть в пансионате, в любом пансионате Лазаревского района вдвое дешевле. С питанием, с обслуживанием, вот, и даже с определенными процедурами. То есть отдаленным уже Лазаревский район сложно назвать? Нет, невозможно это сделать, потому что, Анатолий Николаевич, все для этого сделать, чтобы транспорт и логистика работала прекрасно у нас. Просто многие люди этого еще не знают. Но мы к этому стремимся. Вы уже затронули тему благоустройства. Как работаете с жителями? Как удается убедить выходить на субботники и жителей, и предпринимателей содержать в чистоте территории вокруг своих объектов? Вы знаете, денег у нас не так уж много. И это естественно, конечно. Ну, я же говорю, до этого я уже сказал, что жители относятся с пониманием к этому вопросу. У нас за каждой улицей закреплены сотрудники администрации, которые каждое утро, с 7 утра, начинают обход своих закрепленных улиц. И жители это понимают. Во-первых, это на нас ложится санитария, вопрос санитарии и благоустройства. Уже по окончанию курортного сезона наше население начали готовиться к Новому году. Покраску, приводить в порядок, ограждение, фасады и так далее. Поэтому мы провели конкурс на лучший дом, лучший дворик, лучшая управляющая компания, лучший ТОС, лучший ТСЖ. И было очень много номинаций. Практически все структуры у нас в этом конкурсе участвовали. Очень много было подарков, поздравлений, грамот. И руководители этих организаций и активы осознали, что это необходимо. У нас город должен быть очень красивым. Тем более, что Лазаревка это такой парадный подъезд города, мне кажется. Ворота города Сочи, да. Абсолютно верно. Поэтому мы содержим в чистоте абсолютно. Ремонт дорог это тема, которая волнует жителей всех районов. Наверняка и Лазаревского района тоже. Я приведу некоторые цифры. Вот за последнее время из муниципального и краевого бюджета было выделено на ремонт дорог более 200 миллионов рублей. И 32 дороги были отремонтированы полностью. На 46 улицах прошел ямочный ремонт. Дороги Лазаревского района вошли в этот список? Конечно, конечно. Порядка 53 миллионов мэром нашего города было выделено на наш район. Мы в 18 поселках отремонтировали полностью дорогу. Вот у нас 60 населенных пунктов в районе. И 15 населенных пунктов, где был ямочный ремонт этих дорог. В этом году как никогда нам была выделена такая сумма денег. Это, конечно, отрадно. И мэр города сказал в 2015 году, теперь мы будем выделять внимание Лазаревскому району. Что и происходит. У нас и ремонтируются дороги, освещение на дорогах. Очень много поселков затронуты по освещению. Те улицы, которые ранее не были освещены. У нас идет канализование в населенных пунктах, водоснабжение. Сейчас тянем газ по населенным пунктам. Это вот солоняки уже монтировали трубу газовую. Сейчас будет проектная документация готова. И будет монтаж трубы в Волковку, в Волконку. Подняли старые проекты Кировского округа, Лыготского округа. Это те проекты, которые 20 лет назад проектировались. Но решения никакого не было. Сейчас мэром города данной команды, Анатолием Николаевичем, поднять эти проекты, реанимировать их. И постараться в течение трех лет Лазаревский район обеспечить газом. А все ли жители Лазаревского района готовы подключаться к газу? Я имею ввиду, готовы ли материально. Потому что дело это, для кого не секрет, затратное. Да, дело затратное. Но я на постоянной основе провожу сходы граждан по населенным пунктам. И основной из вопросов наших граждан это газ. Потому что электроэнергия это дорого. И все люди понимают, что один раз затратиться, то, конечно же, намного дешевле отапливать свои дома и пользоваться, естественно, газом. Люди к этому готовы полностью и просят мэра нашего города, чтобы газ побыстрее был в населенных пунктах. Особенно в сельских округах. Еще одна типичная такая сочинская проблема это самострои. Я вот отмечу, что количество самовольно построенных объектов в Сочи сократилось в два раза по сравнению с прошлым годом. Если, например, в марте самовольных объектов в городе было зафиксировано 128, то сегодня осталось таких уже меньше 20. В этот список входят какие-то объекты, которые, может быть, самовольно построены и есть в Лазаревском районе. И как решается вопрос с самостроями? Конечно же. В Лазаревском районе работает комиссия администрации нашего района. Это отдел благоустройства, это отдел архитектуры, совместно с земельной инспекцией города Сочи, которая проводит мониторинг по всей территории. За этот год у нас было выявлено с признаками самостроя 58 объектов. Все эти материалы переданы в администрацию города Сочи, и тогда уже администрация направляет в судебном порядке все эти материалы. А среди этих объектов это небольшие магазины или, может быть, многоэтажные дома есть? Есть многоэтажные дома, есть магазины, есть частный сектор, то есть все направления. А снос начался уже? Каких-то крупных объектов есть? Мы очень много объектов уже снесли за летний период времени по постановлению мэра города и по решению суда совместно с приставами. Безусловно, одно из таких главных достижений Лазаревского района, как мне кажется, это отсутствие очередей в детские сады. Откройте секрет, в других районах она есть, в центре и в Хосте достаточно остро стоит проблема, а в Лазаревке удалось как-то решить. Да, действительно, у нас все эти года, на протяжении всех этих лет, существовала огромная проблема. Это очередь для наших детей в детские сады. Но буквально в том году Анатолий Николаевич решил эту проблему. В нашем районе было построено три детских сада. Это вот в Лазаревской, прекрасный сад, как губернатор Краснодарского края отметил, это дворец. Это не детский сад, это дворец. У нас детский сад был построен на 120 мест Чемитакваджи, детский сад был построен в Волковке. В этом году мы строим детский сад в Беранде, строим школу, спортивный зал очень прекрасный, строим детский сад в поселке Лао. В следующий год мы планируем строить школу в Совет Кваджи. Вот эти основные такие направления. И естественно, пока чередей у нас нет. Это отрадно. Люди наверняка очень довольны. Люди очень довольны, потому как мамочки в свое время у нас не могли работать. А теперь, естественно, они детей отводят в детский садик, ищут работу, работают. Естественно, платят налоги нашему городу. Я еще добавлю, что по информации Управления по образованию уже получены положительные заключения экспертизы по проектам новых детских садов в Якорной щели, Детляшке, Макапсе, Верхнем Лао и еще по 10 пристройкам. Так что ждем объектов и в этих населенных пунктах. Ну и по всему Сочи в этом году очень активно ведется борьба с неформальной занятостью. Я думаю, Лазаревский район в этом плане не исключение. Трудинспекторы ежедневно проверяют разные предприятия. Остаются ли в Лазаревке еще те предприниматели, которые по-прежнему еще работают в тени, не оформляют своих сотрудников, как этого требует закон? Вы знаете, да, еще есть, еще есть нерадивые у нас предприниматели, хотя прекрасно понимают и знают, что комиссия работает, работает в городе межведомственная комиссия. Еженедельно мэр города Анатолий Николаевич лично проводит видеоконференции, где мы приглашаем этих предпринимателей, которые выплачивают зарплату своим работникам в конвертах, не понимая, не думая о будущем этих людей. Людей, которые потом остаются без пенсии, остаются без социальных услуг и так далее. Борьба с этим идет, но пока еще, я еще раз говорю, пока еще до конца мы этот недуг не побороли. Но Анатолий Николаевич жестко очень взялся, я же говорю, лично проводит все эти мероприятия и контролирует. Поэтому, я думаю, мы в ближайшее время дойдем до того, что у нас не будет таких нерадивых предпринимателей, которые будут думать не только о себе, но о тех людях, которым они дают работу. Ну и надо сказать, что из-за таких вот нерадивых предпринимателей бюджет недополучает значительные средства, которые могли бы попасть на развитие. Конечно, конечно. Ну и в завершение нашей программы хотелось бы поговорить о гордости, я думаю, всего Большого Сочи, о Лазаревском центре национальных культур, чем сегодня живет центр. И хотелось бы отметить, что Сочи, конечно, город многонациональный и Лазаревский район тоже. Вот как удается в районе жить в мире и согласии, и как вот этот центр нацкультур в этом помогает? Вы знаете, действительно, это гордость нашего района, центр национальных культур. Я скажу, что вот у нас семь центров по национальному признаку. Это Украинский центр, Белорусский центр, Русский центр, Армянский центр, Греческий центр, Казачий. Вот, их всего семь центров. И вы знаете, что в каждом центре занимаются дети разной национальности. И это очень отрадно, это очень прекрасно видеть, когда выступает адыгский ансамбль, а там армянские детки. Это есть наша изюмина, это есть наша фишечка. Вот более семи тысяч детей у нас занимается по всему району. Не только в центре национальных культур, но и в домах культур населенных пунктов, которые тоже завязаны на центр национальных культур. Мы буквально недавно провели день города, знаете, да, где то же самое все центры национальных культур у нас участвовали в этом мероприятии. Вот. Мы организовали, значит, национальные кухни на площади центра национальных культур. Каждое направление у нас было четко все обеспечено. И вот наши детки с каждого центра национальных культур представляли нам концертную программу. Ну, было очень красиво, конечно. То есть никто в обидении остался, всех отметили? Ни в коем случае. Да, ну, наша беседа уже под конец года. Хотелось бы, чтобы вы что-то пожелали и жителям Лазаревского района, и, может быть, обратились к жителям Сочи. Пожалуйста, вам слово. Ну, я хотел бы, конечно же, в этот прекрасный день пожелать всем жителям Лазаревского района процветания, удачи, стремлений. Тем более тем, кто любит наш район, любит наш город, и кто стремится, чтобы наш город процветал и в дальнейшем был чистым и благоустроенным. Конечно же, я хотел бы пожелать благополучия и всем нашим гостям, кто приезжает в наш город и в наш район. Потому как действительно город, он уже вышел на тот уровень, на тот прекраснейший уровень, уровень федерального значения. Я считаю, что он лучший в мире, наш город. И его надо беречь, хранить и благоустраивать все больше и больше. От всей души хочу пожелать счастья, здоровья, благополучия всем-всем жителям города Сочи. Ну и вам того же в наступающем году. Спасибо. Спасибо большое, что к нам пришли. Спасибо за беседу. Ну, я напоминаю, что гостем нашей студии сегодня был глава администрации Лазаревского района города Сочи Сергей Бражников. Спасибо. Ну и вы смотрели программу «В курсе». Будьте в курсе всего того, чем живет наш город Сочи. В студии была Ольга Десятова. Всего доброго и до встречи в эфире. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok